Бурятия. В режим повышенной готовности переведена служба медицины катастроф. Дымом из горящей тайги, затянутой обширной территории, смог уже несколько дней стоит над столицей региона Улан-Удэ. Площадь пожаров за сутки увеличилась. Полыхает уже 150 тысяч гектаров. С огнем резкую жизнь уборется почти 8 тысяч человек. Из детства люди не выходят неделями, делая все возможное, чтобы сдержать стихию. Из Бурятии репортаж Александра Евстигнеева. Огонь, иди за мной. Этот человек не то, чтобы управляет пожаром, держит в рамках. Как только пламя подползает к обочине лесной дороги, получает лопату земли. Достаточно, чтобы притормозить. Делать большие очаги, маленько подсыпаем. Лопата, вообще земля сухая. Лопаты ломаются, не выдерживают. Территория республики Бурятия сейчас словно лоскутное одеяло. Здесь горит, а вот здесь не горит. Вообще пожары бушуют на огромной площади. И потушить их на этой стадии невозможно просто физически. Поэтому единственное, что можно сделать, это не дать огню перекинуться на какие-то новые участки. Им сверху видно всё. Судя по снимкам, сделанным со спутников, пожаров в Прибайкале стало меньше. Но только на территории Иркутской области. В Бурятии по-прежнему сотни горящих точек. Лесники объясняют, почему так много. Тлеющая сосновая кора поднимается в воздух восходящими потоками. Пролетает несколько километров. Падает в сухой тайге. Дождей не было всё лето. И через считанные минуты там бушует новый пожар. Принял размах Асамсихины, потому что это неуправляемый пожар. Его никто не контролирует. Он сам. Мы пытаемся что-то сделать на своём участке. Кто-то пытается сделать на своём участке. Не знаю. Люди все как бы это самоработают. Все это самозадействованы. Но пока у нас получается слабо. Заливают, не зальют. В ранце за спиной 20 литров воды. Капля в море огня. Эта группа пожарных десантников прилетела из Красноярска. Две недели не выходят из леса. Пытаются поймать огонь в кольцо. Вскапывают полосы земли. Запускают встречное пламя. Гонка вслепую. Без связи. Без данных авиаразведки. Если бы была связь, мы бы имели информацию и знали, где привязаться, где работать точно. Где привязываться, где привязки, где отжигать. В своё время на всё бы делалось, если бы всё зарубы ликвидировались. Едкий дым и обуглившаяся тайга до горизонта. Было так горячо, что деревья завязывало в узел. Посёлок Черёмушки несколько дней назад был на грани гибели. Огонь подошёл вплотную к домам. Остановили. Лес здесь валить нельзя. Черёмушки стоят в водоохранной зоне. До Байкала пара километров. Но если очень нужно, то можно. Разрешил лично глава МЧС. Местные жители вырубают полосу. 15 метров голой земли между тайгой и домами. Сотрудники МЧС увозят деревья подальше от посёлка. И пожарные, и местные жители очень надеются, что огонь не вернётся. И очень ждут, что наконец-то пойдёт дождь. Александр Евстигнеев, Алексей Белов, Андрей Нехорошев. Первый канал. Республика Бурятия.